Всем привет, друзья! Меня зовут Джон Кармилицин. Это уже восемнадцатый новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. С 28 сентября, то есть сегодня по 1 октября действует скидка 50% на курс трекинг на максималках, как на пакет стандарт, так и на плюс. Вы освоите программу PF Track и научитесь с легкостью внедрять любую 3D графику в свое отснятое видео. Будем разбирать и затронем темы по фотограмметрии, трекингу геометрии, кадры на 360 градусов, создание глубины и многое другое. Трейлер курса появился в подсказке вверху. Набираем поток специалистов, чтобы работать с компаниями над крутыми проектами. Успевай! Redshift в своем твиттере чирикнули о том, что добавили в трейла поддержку OCL, ну или Open Shading Language, а также шейдеры неба не шито. Согласно дорожной карте, интеграция OCL в Redshift для Cinema 4D уже осуществлена, а осталось только проработать остальные 3D пакеты. Еще напомним, что для Apple Metal Redshift прошел половину пути разработки и сейчас находится на стадии закрытого бета-тестирования. Так что ждем публичный релиз бета-версии. Вышел новый плагин Baya. Это инструмент Blender, который генерирует исходный файл Maya внутри Blender. Плагин разработан специально для работы в геймдев и нацелен на быстрый способ обмена данными с другими художниками, которые могут использовать Maya. На данный момент генерация формата Maya происходит без переноса текстур. Это как раз планируют внедрить в следующем обновлении. Плагин совместим только с Blender 2.8 и далее. Baya стоит около 15 долларов. Стало известно, что в Blender полностью переработают режим Sculpt Mode. Об этом в своем твиттере сообщил один из разработчиков Пабло Добара. Кстати, именно он ответственен за новые фичи в скульптинге в версиях 2.8.0. К чему приведет такое решение? Скорее всего, нововведения должны исправить большую часть проблем с производительностью при скульпте High Poly Mesh. Сейчас в видеоряде мы показали прототип, который представил Пабло. И еще, возможно, кисти будут основаны на нодовой системе, чтобы применять процедурные текстуры непосредственно к сетке модели. House Group выпустила Phoenix FD 4.3 для 3ds Max и Maya, добавили поддержку V-Ray 5, поместили настройку силы для Voxel Tuner и Particle Tuner, ускоренные симуляции огня и дыма, а также массивные симуляции жидкости Flip. Пользователи получат полный контроль над управлением сил. Для 3ds Max ускорили предварительный просмотр частиц и добавили возможность просмотра рендеринг-дисплейсмент во вьюпорте. Внесли множество исправлений и улучшений. Подробности по ссылочке в описании. Пользователи ждут релиз V-Ray 5 для Cinema 4D. Выход бета-версии V-Ray 5 был нацелен еще на март-июнь 2020, но релиза не поступило. Все были в замешательстве, разработчики нули и никак не комментировали ситуацию. И вот не так давно House Group дали доступ к бета-тестированию V-Ray 5. Для этого всего лишь необходимо заполнить форму ранней регистрации. Ссылочка лежит в описании. Новый V-Ray ориентирован на более быстрые, упрощенные и более эффективные рабочие процессы. Пятая версия будет включать в себя большинство функций, которые были представлены в V-Ray Next. Ну например такие как Adaptive DOM Lite, новый LiteCash на основе HashMap, отслеживание памяти, поддержка RTX и многое другое. Также известно, что разработчики будут реализовывать улучшение V-Ray Volume Grid, который будет предназначен для загрузки кэша OpenVDB, Field 3D и Phoenix FD. V-Ray 5 для Cinema 4D будет поддерживать все версии, начиная с R20. Точная дата релиза неизвестна. Отметим, что V-Ray GPU не поддерживается в macOS, и причем не только для Cinema 4D, а вот карты AMD, что в общем-то и всегда не совместимы с V-Ray из-за отсутствия поддержки OpenCL в macOS. Представим вам результаты исследования программного обеспечения для архитектурной визуализации 2020 года. Анализ ежегодно проводит онлайн-журнал CG Architect. Данные были собраны в период с 25 июня 2020 года по 11 сентября 2020 года, через сообщество как раз этого CJ Architect, а также через группы Facebook и форумы. Всего было получено 2529 ответов. В исследовании было представлено более 50 движков рендеринга. Результаты показывают, что V-Ray и Corona Render от House Group являются наиболее широко используемыми программами визуализации в архитектурном производстве. Однако в сравнении с прошлым годом показатели выросли незначительно. А вот использование Unreal Engine и Twinmotion от Epic Games значительно повысилось. При этом многие заинтересованы в Unreal как замена движка рендеринга CPU. Lumion, V-Ray GPU и 3ds Max наоборот сдают позиции. Исследования CG Architect имеют ознакомительный характер. Полный отчет найдешь по ссылочке в описании. Вышло обновление Howler 2021.1. В основной функционал программы входит создание цифровой живописи, анимации и обработка видео. Howler содержит комплексную среду для создания картин путем нанесения живописных мазков. Также в программе можно генерировать ландшафт и имитировать частицы. Эта программа содержит большое количество фильтров, многие из которых можно анимировать. Функционал позволяет работать с видео или последовательностью изображения, причем вплоть до ротоскопирования. Имеется возможность исправлять плохо перекодированное видео путем удаления повторяющихся кадров, ну и замена их новыми интерполированными кадрами. А еще композитинг и работа в 3D пространстве. В версию 21.1 внесли ряд улучшений, включая новый интерфейс для Puppi Ray, а также сохранение предустановок и ключевых кадров внутри фильтра. Puppi Ray – это встроенное средство визуализации. Более подробно по ссылке в описании. Фаундри выпустила IndyNuke 12.2 версии 3. Эта версия включает параметр поддержки нескольких графических процессоров. То есть распределение происходит между доступными GPU для дополнительной скорости обработки. Сняли ограничения на использование сторонних плагинов. Теперь версия Indy поддерживает те же самые аудиокодеки, которыми обладал NUKE Studio. Indy предназначена для специалистов, зарабатывающих до 100 тысяч долларов. Подписка составляет 499 долларов в год. Gravity Sketch привлекла сумму в размере в 3,7 миллионов долларов. Это программа для VR-моделирования. Они заявляют, что новое финансирование позволит компании расширить платформу, чтобы она стала полностью независимой от оборудования. В настоящее время она работает с ограниченным рядом оборудования виртуальной реальности и находится в стадии бета-тестирования для iPad, а также мобильных устройств и настольных компьютеров. В качестве инвесторов выступают три венчурных компании. То есть это фонды, финансирующие новые фирмы, находящиеся в стадии роста. Marmozet запустил закрытое бета-тестирование Toolbug 4.0. Дата релиза еще неизвестна. Подать заявку можно в группе Facebook. Ссылочка лежит в описании. Marmozet добавляет поддержку аппаратно ускоренной трассировки лучей и запекания текстур с ускорением NVIDIA RTX. Внедряют в создание 3D-материалов в реальном времени. Все остальные данные являются конфиденциальными и участники закрытой группы обязуют сохранить втайне информацию о планах и дизайне продукта. Компания Lito запустила мобильное AR-приложение Diorama. Оно позволяет создавать видео с дополненной реальностью прямо в смартфоне. В сочетании с контроллером Lito пользователи могут анимировать объекты, ну просто перетаскивая их и настраивая путь и захватывая определенные точки в пространстве. Lito – это устройство для управления цифровыми объектами и манипулирования ими в реальном мире. Оно располагается между указательным и средними пальцами. Это устройство своего рода контроллер как VR и похоже на кольцо из Доктора Стрэнджа. Lito совместимо с Unity и программным обеспечением AR-Core от Google. Поддерживает Android и iOS. А вот Диорама совместима только с устройствами iOS. Приложение является бесплатным, а вот контроллер продается за 99 долларов. Кстати, на старте продаж ценник Lito был в размере 200 долларов. Google Research представили Monster Mesh. Это фреймворк для моделирования 3D персонажа на основе скетча. Платформа работает следующим образом. На входе пользователь рисует персонажа, ну то есть предоставляет 2D скетч объекта. На выходе программы автоматически с помощью искусственного интеллекта генерируют готовую к использованию 3D сетку. Более того, получившуюся модель можно анимировать в этом же приложении. Цель разработки, ну и так всем ясна, сократить время моделирования. Официальная презентация пройдет на Seagraph Asia в декабре 2020 года. Подробнее о технологии смотри по ссылочке в описании. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, у нас скоро будут офигенные выпуски с разными компаниями. Будем показывать уникальные материалы, не всегда успеваем выпустить вовремя, но обязательно ожидай. Удачи тебе и до скорого!